Журналистам разрешают снимать только один цех. Здесь производят комплектующие для автоваза. Остальные строго засекречены. Самарский электромеханический завод исторически связан с производством боеприпасов. Ранее он ходил в производственное объединение ЗИМ. Когда последний обанкротился, часть оборудования переехала на электромеханический завод. После знакомства с производством депутат Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, самарское предприятие войдет в программу перевооружения на ближайшие три года. Задача конкретизируется, потому что поставлено президентом решить до конца 2018 года на 100% все проблемы с импортозамещением. Мы знаем, что уже в этом году пройден определенный путь. Я отсюда сейчас еду в законодательное собрание для того, чтобы с нашими коллегами обсудить вопросы, как и чем мы можем поучаствовать при предоставлении ими данных, при формировании трехлетнего бюджета. Следующий пункт визита депутата – музей истории предприятия. Здесь собраны документы, фотографии, награды и уникальные экспонаты, медицинские приборы, детали для наручных часов и фонарики с Олимпиады 1980 года. Когда была Олимпиада 80, самый большой был госзаказ – 80 тысяч. То есть каждому сидящему на кресле был дан такой фонарик. И когда Мишка в темноте всплыл, все включили фонарики. Владимир Шаманов и депутат Государственной Думы Игорь Станкевич пообщались с коллективом завода. В честь 75-летнего юбилея оборонного предприятия за многолетний добросовестный труд ветеранам производства и отличившимся сотрудникам вручили памятный знак Куйбышев «Запасная столица». Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.